Всем привет, это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов, поехали! Року ТВ заключается в отображении рекламы через HDMI-вход всякий раз, когда вы не смотрите телевизор. Теоретически это позволило бы Року представлять рекламу 24 на 7. Ваш PS5, Xbox, Apple TV или Blu-ray Player могли бы стать еще одним способом, чтобы продолжить развивать свой уже прибыльный рекламный бизнес. Согласно патенту, компания будет использовать ряд различных признаков для определения того, когда источник HDMI приостановлен. Року ТВ может ждать продолжительной тишины аудио или просто проанализировать изображение на экране, чтобы определить, когда движение остановилось среди других подходов. Однако сам патент не является гарантией того, что концепция рекламы на каждом HDMI-входе станет реальностью. Но это следует за недавним трендом производителей стриминговых сервисов, которые подходят к границе того, что потребители готовы терпеть, и проверяют, могут ли они тихо приоткрыть эти ворота. Даже Microsoft также экспериментирует с этим. Несколько месяцев назад Amazon начала автоматически воспроизводить трейлеры на устройства Fire TV прямо при запуске, если пользователь не совершал немедленных действий. Этот шаг действительно разлил многих людей, но кажется, не настолько, чтобы компания отменила изменения. Компания Google анонсировала новый продукт под названием VITS – инструмент для создания и редактирования видео с применением искусственного интеллекта на конференции в Лас-Вегасе. Этот продукт позволяет пользователям совместно работать над видео, подобно возможностям коллаборации в документах и таблицах Google Workplace. Работа с VITS начинается с ввода описания желаемого видеоролика через текстовую подсказку, после чего пользователи могут добавлять контент из Google Диска или использовать стоковые материалы. На основании введенного описания искусственный интеллект предложит предварительную раскадровку видео. Пользователи могут редактировать последовательность сцен, добавлять переходы, музыку и прочие элементы, а также комментировать и вносить предложения. На данный момент доступ к VITS ограничен, инструмент находится на стадии закрытого бета-тестирования. В июне планируется расширение круга тестировщиков, а позднее VITS станет доступен в рамках подписки Gemini для Google Workplace. Суд в Бразилии начал проверку в отношении Илона Маска после его заявления о намерении восстановить доступ к аккаунтам социальной сети X, которые были заблокированы по требованию суда. По информации Reuters, миллиардер обещал обойти приказ судей о блокировке, что вызвало расследование со стороны Верховного суда Бразилии. В случае невыполнения судебного решения компании Маска грозит штраф в размере 100 тысяч реалов, что составляет почти 20 тысяч долларов за каждый день просрочки. Имена заблокированных аккаунтов не разглашаются, но известно, что проверка начата судьей Александром Неморайесом в контексте борьбы с так называемыми цифровыми ополченцами, распространяющими фейковые новости и призывающими к ненависти в период правления Жейра Болсонару. Маск выразил несогласие с решением судей и призвал его уйти в отставку, подчеркнув, что поддержка свободы слова важнее любых финансовых потерь. Но также он заявил о намерении оспорить блокировку аккаунтов через суд, подчеркнув принципиальность своей позиции в этом вопросе.